У пожилых людей COVID-19 часто протекает в тяжелой форме. Об этом на днях заявила главный внештатный гериатор Минздрава России Ольга Ткачева. Она же сообщила, что по последним данным ученых вирус запускает в организме механизмы старения. О высокой группе риска в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, начальник госпиталя ветеранов войн Александр Коширин. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Константинович, мы уже привыкли, что у нас врач, заведующий, а вот вы начальник. Первый раз такое, в связи с чем такое высокое звание. Вы знаете, это просто имеет отношение к, наверное, самой сути. Госпиталь ветеранов войн. Старое название, у него было госпиталь для инвалидов войны. И вот по должности как бы руководителя учреждения именовался как начальник. В номенклатуре, по идее, это правильно. Главный врач областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Ну а так вот, если разобраться с простым людям, например, чем отличается госпиталь ветеранов войн от гериатрической больницы? В первую очередь самим названием и своей сутью осуществления деятельности. Мы государственное бюджетное учреждение, которое оказывает помощь именно ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, ветеранам-тружникам тыла и лиц, прикравленные к ним по льготам по закону о ветеранах. Ну вот впервые вы в нашей программе за столько лет, поэтому хочется, конечно, очень о многом вас расспросить. И в первую очередь, наверное, давайте представим, вот 78 лет в этом году, да, госпиталю? Уже было в январе месяце 78 лет. Быстро. Скоро 79 будет даже, да? Да, на следующий год, совершенно верно. Так вот, что это за структура, вот чтобы представить ее? Ну, давайте сегодняшние реалии пока не берем, да, из чего состоит госпиталь. Ну, если чуть-чуть про историю, то Эвако Госпиталь 39-99 был сформирован в Куйбеши в 43-м году, в январе месяце. И вот с того времени история нашего госпиталя и началась. Он имел разные названия, выполнял разную функцию. А сегодня это многопрофильное учреждение сационарного типа, которое оказывает специализированную медицинскую помощь по нескольким лечебным профилям. Соответственно, мы оказываем помощь как раз тем льготным категориям граждан, которые прописаны к нам по законодательству, положению. Я уже в самом начале сказал, что мы оказываем помощь именно вот этим конкретным категориям населения, медицинскую помощь по профилю неврология, терапия, хирургия, урология и гириатрия. Мы одни из первых, а точнее первые в Самарской области открыли гириатрические койки для оказания помощи именно пожилому населению, ветеранам, которые сегодня нуждаются в стационарной специализированной помощи. И это сегодня то направление, которое очень важно и необходимо для выполнения постановления правительства по оказанию медицинской помощи пожилому населению. Но на самом деле ветераны войн не означает, что вы лечите только пожилых людей. Ветераны войн ведь у нас, я уж не говорю про Афганистан, а чеченские войны, это уже достаточно молодые люди. Конечно. Это категория граждан, которые сегодня не ветераны, хотя если говорить про участников афганских событий, офицерам уже многим за 60, солдатам за 40 и по 50, потому что вы помните начало, окончание афганских событий. Но эта категория есть, она сегодня самая большая, потому что в нашей истории появляются локальные боевые конфликты и наши воины принимают участие, которые становятся потом гражданскими лицами и имеют и обязаны получать квалифицированную медицинскую помощь в нашем специализированном учреждении. Самая большая, наверное, потому что ветеранов Великой Отечественной уже не так много осталось. Да, вы правы, их значительно становится с каждым годом все меньше и меньше. И этот гражданин сегодня уже имеет возрастной ценз за 90 лет. Понятно, что это те люди, которые осталось очень-очень мало. У нас, конечно, есть еще и другие категории льготных населений, которые имеют право получать медицинскую помощь в госпитале. Это жители блокадного Ленинграда, которым тоже уже много-много лет, за 80 и так далее. Их тоже не так много у нас осталось. Это узеньки малолетних концлагерей фашистских мест ГИОТО, которых тоже мало у нас остается, к сожалению, возраст берет свое. Поэтому по совокупности льготной категории, которая может у нас получать медицинскую помощь в госпитале, порядка 80 с лишним тысяч на всю Самарскую область. Но цифра корректируется уходом взрослых ветеранов и добавляется тем, что появляются те ветераны, которые прошли какие-то локальные боевые события. Ну, если бы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии Александр Каширин, начальник госпиталя ветеранов войн. Мы говорим о группе высокого риска, но, собственно, еще и не начали о ней говорить. Но вот ни одна, наверное, из последних программ наших, к величайшему сожалению, не обходилась без темы коронавируса. Куда деваться, да, в таких условиях живем. Если только вы вдруг забыли, 202.11.22, мы работаем в прямом эфире. Александр Константинович ответит на ваши вопросы, звоните сюда к нам в студию. Известно, что госпиталь ветеранов в настоящее время работает как ковидный госпиталь, да? И сколько времени это уже продолжается? Мы уже работаем второй год как ковидный госпиталь. Мы первых пациентов приняли 19 октября 2020 года. Ну, как и все, надеялись, что все недолго, все временно. Но уже второй год мы в ряду всех наших лечебных учреждений, которые работают с ковидной инфекцией. И, конечно, за этот год мы уже имеем и опыт, и можем анализировать и проводить статистические сравнения. Поэтому надеемся, что этот этап ковидного госпиталь у нас когда-то в ближайшее время закончится. И мы приступим к своим основным обязанностям лечить ветеранов, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов боевых действий. Мы к этому очень хотим быстро вернуться и желаем вернуться. Я думаю, они тоже желают. Наверняка вы же каждого из ветеранов знаете лично и в лицо, и по специфике заболеваний. Да, так и есть. Мы с ними работаем всегда очень контактно, на телефонах, просто переписываемся. Потому что мы их не бросаем даже вот в этот период, когда идет такая борьба с ковидной инфекцией. Потому что они звонят, они спрашивают, когда же вы же будете нас уже принимать, как обычных пациентов. Ну, а вот смотрите, то, что вы работаете в режиме красной зоны, но при этом вы госпиталь ветеранов войн. Это же не означает, что вы принимаете на лечение коронавируса только ветеранов? Нет, конечно, это не означает. По приказу Министерства здравоохранения Самарской области мы принимаем пациентов с ковидной инфекцией, с ее осложнениями. Для всех категорий населения старше 18 лет, те, которые направляются к нам с поликлинических учреждений, которые направляются к нам и доставляются по скорой помощи. Но, учитывая опять, наверное, наш старый функционал, который называется лечение ветеранов-тружников тыла, пожилое население, среди которого преобладает, к нам как-то больше сложилась тенденция по доставке пациентов более пожилого возраста. И, наверное, вот из-за специфики своей той самой, как я называю, гражданской предыдущей деятельности. И поэтому нам вот на самом деле больше пациентов поступает пожилого, старше 40 лет возраста. Ну и, конечно, их в своей особенности. Давайте послушаем звонок, потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Меня зовут Юрий Владимирович. Очень приятно. Очень. Я прибыл в эфире, убавил телевизор. Правильно я сделал? Мы вас прекрасно слышим. Да, спасибо. Хорошо. Добрый день. Еще вечер повторяю. Уважаемый главврач, не заметил ваше имя-отчество, извините, конечно. У меня вопрос такой. Я, значит, у меня сын болеет коронавирусной инфекцией. Вызвали скорую помощь. Приятно было то, что скорая приехала очень быстро. Доставили в ваш госпиталь на КТ. И мы сидели там 6 часов. К нами находились люди, которые лежали, спали. Вы скажите, пожалуйста, вопрос заключается в том, то есть скорая доставляет очень быстро, а ваше приемное отделение непонятно в какой сфере находится. Врач ходит и говорит, я одна. И пошли вы здесь будете находиться 12 часов. Вопрос заключается в том, больные находятся в вашем приемном отделении, не получая скорую маршрутизацию и моментального лечения. Все спасибо. Да, Юрий Владимирович, мы поняли. Спасибо за вопрос. Я с вами соглашусь лишь только в одном, что были периоды, когда очень высоко было заболевание с ковидной инфекцией в нашем Самарском регионе. И было так, что скорая помощь концентрировалась в нашем госпитале, в приемном покое. До 20, до 30 одновременно. Поэтому мы приняли решение, открыли второй терминал. Сегодня мы работаем на приемном отделении в двух терминалах. И сегодня у нас не бывает той ситуации, о которой вы сказали, хотя я не уверен, что вы достоверно описали ту ситуацию, которая касалась именно приема вашего сына. Если пациенты у нас находятся в режиме ожидания, мы же не можем всех принять одновременно в свой госпиталь. Поэтому есть эпизоды, когда пациенты прибывают у нас в госпитале приемном покое, где мы им оказываем неотложную первичную помощь, в том числе по их состоянию, в режиме ожидания, и вызывается скорая помощь, и пациенты транспортируются из нашего приемного покоя в другие госпиталя ковидные для того, чтобы получить стационарную помощь. Поэтому, если вы оставите обратную связь, конечно же, я обязательно тот случай, о котором вы говорите, буду разбирать, уточнять, как на самом деле была ситуация по приему вашего сына. Но я уверен, что наши специалисты сегодня высокопрофессиональные, они очень быстро, оперативно принимают все решения, в том числе и КТ-исследования. И госпиталь сегодня справляется со своей задачей по оказанию диагностической помощи, если говорить о КТ, и тем более по оказанию своей основной функции лечения ковидных больных. На самом деле, сегодня, да, очень много в обществе вот таких острых моментов. Хотя, мне кажется, что вот в этой ситуации нам просто нужно всем быть добрее, терпимее друг к другу, потому и это как раз пойдет всем на пользу. Да, безусловно, конечно. Ну, в общем, можно все понять. Конечно, человек переживает за сына, да. Так вот, по поводу ваших специалистов. Ну, нетрудно, наверное, предположить, что в силу вот специфики госпиталя ветеранов, наверное, ваш штат был усилен гириатрами, неврологами. И вот сейчас, получается, все они лечат ковид-19. Да, конечно. Чтобы стать ковидным госпиталем, конечно, была проделана большая работа в прошлом году благодаря усилиям нашего министра Анастасовича и нашего коллектива с совместными действиями. Мы в короткие сроки открыли ковидный госпиталь. За 8 дней уже первых пациентов принимали 19 октября. Конечно же, чтобы оказать эту коллективную помощь, своими только силами своего коллектива, который работал в наших обычных условиях, мы не могли. Естественно, костяк сегодняшних сотрудников – это наши все сотрудники. И они все остались в строю. Никто не покинул госпиталь. Если были единичные, те, которые просто планировали переход в другое лечебное учреждение, независимо от того, что мы перешли в ковидный госпиталь, это только единицы. И, естественно, чтобы усилить наши возможности по персоналу, было принято решение помочь нам. В том числе мы получали помощь со стороны своих коллег из других лечебных учреждений. К нам приходили врачи, медсестры, младший медперсонал для того, чтобы устроиться на работу в госпиталь. Конечно, большая помощь и благодарность сейчас хочу выразить нашим медицинским университетам, которые помогли и до сих пор помогают нам врачами-стажерами, врачами-ординаторами, средним медперсоналом, студентами старших курсов. Эта вся общая коллективная работа позволила нам укомплексовать и научить наших сотрудников стать сегодня инфекционистами и на должном образом уровне оказывать медицинскую помощь. Ну скажите, почему все-таки именно для пожилых так опасен коронавирус? Вы знаете, коронавирусная инфекция опасна для пожилых именно тем, что с возрастом мы все становимся менее защищены своей иммунной системой. Она просто начинает не справляться с потоком инфекционных, в частности, заболеваний, если вдруг эти заболевания приходят как вспышка. Естественно, у пожилых людей отягощенный сам по себе статус по заболеваниям, потому что много сопутствующих, сочетанных заболеваний, которые ослабляют, во-первых, организм и быстро могут прогрессировать, если человек пожилого возраста заболевает ковидной инфекцией. Уже как бы доказанные вещи, именно статистически, что ковидная инфекция у пожилых, она усиливает, провоцирует остынию, она усиливает старческую остынию, так называемую, и прогрессирует, конечно, все хронические заболевания на фоне заболевания ковидной инфекцией. Поэтому она и опасна для пожилых, поэтому сегодня и мы принимаем все попытки, чтобы пациентов пожилого возраста, заразившись ковидной инфекцией, как можно быстро и максимально была оказана медицинская помощь, диагностическая, и они должны априори госпитализироваться в стационары. Им нужно оказывать медицинскую помощь в стационарных условиях. Ну, многие ведь сегодня заболевают коронавирусом, и, ну, не знаю, по каким причинам, у кого-то знакомых берут схему, чем лечились и начинают лечиться. Вот как вы это прокомментируете? Самолечение, оно во все времена неверный подход, даже если не говорить о конкретной коронавирусной инфекции, нужно делать все, естественно, под контролем специалистов. Если человек заболевает ковидом, тем более человек пожилого возраста, это обязательно должно быть обращение в медицинскую организацию за медицинской помощью, либо вызов врача на дом, либо первичный прием в поликлинику, либо вызов скорой помощи. Ну, самолечение, поверьте, оно в итоге запускает и ухудшает состояние больного, просто потом последствия от этого самолечения становятся иногда непредсказуемыми, а иногда просто вызывают степень осложнения повышенного, ну, и, естественно, усугубляет течение самой, если говорить о ковидной инфекции, самой инфекции. Вот так, в принципе, я отношусь к тем рекомендациям, которые где-то кто-то прочитал, у кого-то спросили по опыту переболевшего, поэтому я считаю, это неправильный путь и неправильный подход. Давайте сейчас посмотрим сюжет, узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись. В Самарской области проверят каждое обращение граждан, которым не предоставили бесплатное лекарство от COVID-19. Навести порядок и разобраться в причинах потребовал губернатор Дмитрий Азаров. Мониторинг показывает большое количество жалоб по качеству предоставления медицинской помощи. Врачи-ортопеды Самарского онкодиспансера провели две высокотехнологичные операции. Они позволили избежать ампутации конечностей у пациентов и сохранить им качество жизни. Раньше специалисты применяли радикальный метод, когда очаговое образование ампутировалось. 23 ноября объявлено единым днем вакцинации. С 8 до 20 часов в здании Универсальной научной библиотеки Самары можно будет сделать прививку от коронавируса. При себе необходим паспорт. В Минздраве обсудили вопросы социальной поддержки работников здравоохранения региона. Утверждены муниципальные программы по обеспечению их жильем и земельными участками. Разработаны алгоритмы предоставления дополнительных мер в виде денежных выплат и других льгот. Врачи инфекционного госпиталя призывают пациентов с сахарным диабетом пройти вакцинацию. Обращение руководства стационара к городской больнице номер 6 основано на полуторагодовом опыте работы в режиме красной зоны. Медики утверждают, что пациенты с сахарным диабетом переносят COVID-19 намного тяжелее. У них возникают более сложные последствия. Еще одна тема достаточно острая, которая сегодня циркулирует в обществе это вакцинация, конечно же. Я хочу спросить вот те люди, которые находятся у вас в госпитале с тяжелым течением заболевания. Сколько привитых среди них? Вот мы уже действительно имеем опыт и анализируем всех своих пациентов, которые к нам поступают. Это обязательно схема опроса. вакцинировался ли вы или не вакцинировались. У нас 98% пациентов, которые поступают особенно в тяжелом возрасте к нам отвечают на вопрос вакцинировались вы я не вакцинировался. Соответственно, вот тот оставшийся маленький процент, который к нам поступает вакцинированных больных, у некоторых мы иногда спрашиваем более пристально и некоторые честно отвечают да я тоже не вакцинировался. То есть это говорит о том, что какая-то ложная бывает у некоторых наших пациентов вакцинация, то есть на самом деле не вакцинировался. Поэтому статистика она меняется, а факт остается только один, когда тяжесть состояния усиливается и они в этом признаются на самом деле я не вакцинировался. Вот это тоже абсолютно обманный ложный путь и поэтому четко могу сказать, что вот такие существенные проценты 99-98% поступают в пациентов не вакцинированных. Страхи пожилых людей перед вакцинацией в общем-то понятны, все боятся осложнений. Вот прежде чем вы ответите на этот вопрос давайте послушаем звонок сначала. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Вам звонит Татьяна Исаева, Александр Константинович. Я рада вас видеть в эфире с добром здраве. Хочу передать вам огромную благодарность, если вы меня помните. Вы еще работали, когда вы с Богом умете. Вы меня вылечили. Ильины, благодаря им, я попала к вам. Я вам очень благодарна и рада вас видеть желаю вам здоровья. Спасибо. Желаю вам в вашем легком труде успехов, здоровья, здоровья вашей семье. И я очень верю, большое спасибо, что у нас в Томасской области есть такие врачи. Спасибо. Татьяна, не знаю, к сожалению, вашего общества. Отчество, спасибо большое за звонок, потому что человеческая благодарность это качество, мне кажется, которое немножко стало уходить из нашей жизни. Позитивное качество. Да. Так вот, по поводу осложнений от прививки у пожилых людей, насколько основательны эти опасения? И эти у нас статистические данные есть. Этот опыт тоже позволяет нам сказать, что мы у наших пациентов не наблюдали и не наблюдаем осложнений после вакцинации. Потому что, еще раз повторюсь, мы со многими пациентами на связи. Это наши пациенты, которые ранее у нас пребывали в госпитале по нашему основному профилю, они нам звонят, во-первых, тоже советуются на предмет вакцинироваться, не вакцинироваться, провакцинировались, доложат, иногда позвонят, скажут, все прошло нормально, я себя чувствую хорошо. Это наша статистика позволяет нам с уверенностью говорить, что нет тех осложнений, которые бы были от вакцины профилактики и которые были бы угрожаемы для человека, что этого надо бояться. Не надо бояться вакцинации и тем более недостоверно рассуждать о имеющихся осложнениях. Поэтому с уверенностью, вот говорю свою статистику, свою практику, не наблюдаем осложнения после вакцинации у пожилых людей. А вот осложнения от ковид-инфекции мы наблюдаем каждый день. И они чреватся порой бывают, очень чреватся, для прогноза качества жизни человека в том числе. Алло, слушаем еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ситуация такая, что сейчас моя мама болеет ковидом, лежит в больнице, и у нее все это осложнялось очень сильно сосудистыми заболеваниями на мозге. То есть мама деменция возрастная, шимическая болезнь мозга, и сейчас резкое ухудшение. Скажите, пожалуйста, может ли ее состояние после лечения ковида как таблетки вернуть к прежнему? Или это уже невозможно? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Однозначно прогнозировать так радужно, что все восстановится, я не могу, потому что я хочу вам как бы тоже сказать из нашего практического опыта. У божилых людей ковидная инфекция провоцирует в том числе дементные изменения, усиливает старшую кастынию, и, соответственно, они, как никто другой из пациентов, требуют пристального динамического наблюдения и длительной реабилитации после выздоровления именно от ковидной инфекции, потому что вот этот симптомокомплекс, даже тот, который вы назвали, это только толико-маленькое осложнение ковидной инфекции. Поэтому однозначно вашей мамой надо заниматься на всех уровнях и этапах реабилитации, начиная от пребывания в стационаре, где она сейчас находится в ковидном госпитале. Это этап поликлинический в том числе, и есть еще у нас целая программа, целые мероприятия, созданные по реабилитации ковидных пациентов, в том числе и пожилого населения, то есть второй уровень оказания медицинской помощи, соматические стационары, именно по профилю терапии, неврологии, кардиологии и так далее, что преобладает как осложнение и по вашей маме, если говорить, вот доктора из ковидного госпиталя должны уже дальше эту программу предложить, расписать и вам порекомендовать. Ну, а основной этап реабилитации, который наступит, это амбулаторный, домашний, это, конечно, ваша будет уже ответственность вместе с медицинскими работниками поликлиники оказывать традиционную помощь и помогать вашей маме восстанавливаться. Я очень хочу, чтобы она у вас выздоровела и поправилась как можно быстрее. Вот еще один очень важный вопрос по поводу ваших пациентов, не тех, кто болеет ковидом. Известно же, что чем выше возраст, тем больше различных хронических заболеваний. И сегодня многие из этих людей не лечат эти хронические заболевания в силу того, что, ну, либо боятся идти в поликлинику, опасаясь заразиться, либо думают, что в поликлинику идти, обращаться к врачу бесполезно, поскольку сейчас все работают только в красных зонах. И вот многие врачи же уже говорят о том, что это проблема, поскольку хронические заболевания никуда не делись, их надо лечить. Почувствовали ли вы это на своих пациентов, тем более, вот вы говорите, что у вас телефонная связь есть со многими, и, собственно, что с этим делать? Вы знаете, конечно, это имеет место быть, потому что сегодня очень большой штат медперсонала, в том числе поликлинических учреждений, привлечен в лечение ковидных госпиталя как сотрудники для того, чтобы бороться с этой инфекцией именно на уровне стационарной помощи. Соответственно, надо понимать, что доступность первичного звена для оказания помощи хроническим больным, она, конечно, снижена. Это объективная реальность, мы понимаем, это прекрасно, но это не дает как бы нам повода и основания так вот мыслить и запустить себя, забросить и не заниматься лечением своих хронических заболеваний. Однозначно нужно усилить и сделать акцент на том, чтобы хронические заболевания были компенсированы. Для этого нужно просто, если человек находится на диспансерном наблюдении или находился, потому как сегодня диспансеризация не совсем доступна с позиции именно вот такой профилактической помощи. Соответственно, нужно просто использовать различные источники контакта с медицинским работником. Это и телефонные звонки, это и дистанционные электронные средства связи, когда можно доктору направить свой анализ текущие показания сахара крови, если говорить о таких хронических больных, как диабет, проконсультироваться, получить корректировку, используя противоснижающий сахарный средств, и так далее. И по всем нозологиям хроническим нужно таким опытом и примером поступать. Если наступает обострение хронического заболевания, конечно, бежать в поликлинику, где не всегда есть возможность разделить потоки инфекционных больных не стоит. Нужно либо вызвать врача на дом и, соответственно, получить полную консультацию и корректировку включения, либо в экстренных случаях, конечно, вызывать скорую помощь и тем самым тоже получать ту неотложную помощь. И дальше уже скорая помощь будет передавать актив на поликлинический уровень, где врачи обязательно придут, пациента навестят и будут оказывать ему плановую помощь. Поэтому обязательно в этот период подъема ковидной инфекции любого инфекционного заболевания нужно больше уделять внимание своим хроническим болезням, компенсировать их, держать их именно в компенсированном уровне, чтобы они не способствовали восприятию того инфекционного процесса, который у нас сегодня как эпидемия существует в нашем обществе. Поэтому только таким путем можно сегодня уберечь себя от обострения, от улучшения состояния того хронического заболевания, которое человек в пожилом возрасте особенно имеет по два, по три и более сопутствующих заболеваний. Ну, одним словом, пандемия же все равно, надеюсь, закончится, а следить за здоровьем переставать нельзя. Александр Константинович, спасибо большое за то, что вы пришли к нам в студию. Мы прощаемся с нашими зрителями и увидимся ровно через неделю. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова